Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния программа «События недели». Чем запомнились уходящие семь дней, расскажу вам я, Артём Сухоломкин, и корреспонденты Брянской губернии. Сегодня в выпуске. Из Брянска в Китай. Мираторг и РЖД наладили логистику. Можно сказать, завершение той большой работы, которую проводит компания Мираторг на Брянской земле. Подарки на Новый год. В автопарке областного МЧС новое поступление техники. Есть именно та техника, которая позволяет вам качественно исполнять свои обязанности. Всё для фронта. Губернатор передал военным внедорожники и квадроциклы. Или мы кормим свою армию, или мы кормим чужую. Мы хотим кормить свою армию. Под пристальным контролем. Депутат по первому областному округу в Брянской думе Сергей Антошин выехал с проверкой в бассейн на Металлурге. Это опять суд. Это опять нахождение крайнего. Кто это сделал? Кто заплатил? Начнём с повестки федерального масштаба. Разговор о молодёжной политике в Большом Кремлёвском дворце. Губернатор Брянской области Александр Богомас принял участие в заседании Государственного совета. Провёл его президент Владимир Путин. Госсовет непрерывно работает вот уже 22 года, и суть его остаётся неизменной. Обсуждать вопросы развития страны на уровне президента, выдвигаясь конкретные предложения по развитию государства. А учитывая, что члены Госсовета представители региональной и федеральной власти, то это, по сути, сверка часов в решении общегосударственных задач внешней и внутренней политики. Сегодня в центре внимания молодёжь. Волонтёрское движение, общественные организации, добровольцы СВО. Чем сегодня живёт молодое поколение, как оно показывает себя в непростое время? Об этом речь. Перед началом Госсовета губернаторы со всей страны собрались во Владимирском зале Кремля, где приняли участие в федеральной акции «Ёлка желаний». Также глава Брянского региона дал интервью федеральным телеканалам. Правильно-специальная операция, она в сети высветила именно моменты, когда наша молодёжь идёт и добровольцами. У нас есть примеры, много примеров, когда были мобилизованы с тремя детьми в возрасте до 35 лет, но они отказались возвращаться, отказались возвращаться, когда у нас было таких 33 человека, и 8 из них просто отказались. Говорят, нет, мы хотим учесть нашу страну, свои семьи, своих детей. И если так посмотреть, то у нас неплохая молодёжь. Спасибо вам большое, что вы сегодня наш гость, и что нашли время ответить на наши вопросы. Первый, конечно, поскольку Брянск всё-таки в силу своего географического положения сейчас, в общем, практически прифронтовой регион, как специальная военная операция повлияла на Брянскую область? Наверное, повлияла также, как повлияла на всю страну. Но только мы ничем отличаемся от всей страны, что мы это видим не в экранах телевизоров, не в сводке новостей, а в реальной жизни. Буквально сегодня ехал сюда к вам, там утром также обстрелял, обстрелял наш один из районов, Баларский район. То есть мы это ощущаем, насилие ощущают обстрелы. Ну и, конечно, если взять в моральном плане, то люди, конечно, немножко напряжены. Хотя, если взять раньше, там, 9 месяцев назад и сейчас, то где-то и человек к всему привыкает. Ну а если взять экономическое развитие, то за этот год, в принципе, мы те темпы, которые были набраны в предыдущие годы, темпы сельского хозяйства и промышленности, в этом году мы их не упустили, а еще и, пускай, превомножили. По итогам 10 месяцев этого года промышленность Брянской области выросла на 12,7% плюс в прошлом году это первое место цифровое, третье место в России. Ну а учитывая то, что за предыдущие годы промышленность выросла на 75%, то это хороший показатель, достойный показатель в общей копилке Российской Федерации. Сельское хозяйство, которое у нас, оно динамично развивается и является одним из, наверное, лучших в стране по показателям, показателям в разных отраслях, это растеневодство, это овощеводство, это животноводство, то мы по итогам, опять же, 10 месяцев, мы имеем 6,6% плюсу прошлого года. К прошлому году, то есть, ну это, опять же, на фоне тех высоких ростов, которые были в предыдущие годы, если взять вот там, в 2014 году, то у нас выпуск продукции был 44,4 миллиарда рублей, вот, по прошлому году 118,8, а по итогам 10 месяцев этого года уже 108 миллиарда, мы видим, что в этом году мы пишем в нем 130 миллиардов рублей. То есть, если взять в экономике, то область живет, область развивается, выплачиваются все социальные выплаты, все те обязательства, которые мы сегодня имеем перед нашим населением, мы сегодня выполняем в полном объеме. Для вас как-то изменились, если уже мы заговорили по экономику отношения с партнерами, потому что ведь логистика очень сильно поменялась, это понятно, и вопросы безопасности сейчас серьезные, вот в этих вопросах у вас как-то поменялись ли контрагенты? Вы знаете, проблем, действительно проблем много, и поменялись там и логистика, и поменялись поставщики, и потребители, но, тем не менее, мы вот за это время там, и начиная с начала года, когда началась операция, мы постоянно работаем, работают наши производители Брянской области, и можно сказать, что на сегодня, ну, оно сложно, да, но все это можно работать и в этих ситуациях. Главное, чтобы желание работать и понимание, что ты делаешь, как ты делаешь или чего ты делаешь. Ну, в Брянской области очень трудолюбивые люди, насколько я знаю, я думаю, что никаких проблем с этим точно не возникает. Возвращаясь к вопросам специальной военной операции, вот вы сказали, что сегодня утром опять был очередной обстрел. Есть ли у вас какие-то данные вообще сводные, да, как много пострадавших, погибших за эти месяцы? Ну, если мы возьмем, то у нас всего пострадало там 288 домов, два денег построек, машин, вот, всего. У нас вот за это время там полностью были уничтожены 7 домов, 7 домов, частных домов, которых мы опять получили возмещение люди, один дом мы возводим, и один, просто он был на приграничье, нету хозяина этого дома, то есть он был бесхозный. Вот, всего, всего у нас пострадало 22 человека, 4 человека погибло, вот, а 18 получили ранения. Вот, то сумму всего ущерба, то, что мы сегодня выплачиваем из-за утраты дома, там, ну, любого имущества, какого-нибудь, утрату здоровья, вот, они сегодня для области составили более 100 миллионов рублей. Все российские регионы, ну, фактически все, без исключения, так или иначе, сейчас помогают Донбассу в восстановлении, берут себе подшефтные регионы, как это называется, или какие-то подшефтные территории. А с кем работаете вы, кому помогаете вы, и что делается в этом направлении? Ну, мы также, у нас есть подшефтные, мы заключили договор с Волганской Народной Республикой, вот, с городом Брянка, это наши побратим города Брянской, в истоках создания стояли наши брянские предприниматели, вот, за это время, за это время. Но, во-первых, мне было приятно, что наш бизнес, наши предприниматели на первом этапе, когда мы еще не могли финансировать с нашего бюджета, вот, оказали спорнскую помощь, там, порядка 100 миллионов рублей сразу, то есть, мы побыли там, исключили договор, мы видим, что они хотят работать, но техники нету, и вот, за счет именно пожертвования был закуплен и кран грузоподъемности 25 тонн, там, и грейдер, это все выпускают наши брянские заводы, вот, и погрузчик, вот, и машины, там, мусоровозы, три на базе КамАЗа, один на базе МАЗа, и трактора, и более 60 единиц всей коммунальной техники, вот, то, что поставили наши именно предприятия и предприниматели, вот, ну, и также сегодня Брянская область, вот, мы восстанавливали 22 объекта, в том числе 6 школ, 5 детских садов, центральную больницу, вот, плюс мы полностью сделали капитальный ремонт поликлиники в городе Брян, вот, установили 3 новые котельни, одну на твердом топливе, две на газу, вот, котельные, вот, и вот эти работы мы уже сделали, и в следующем году они будут продолжены. С точки зрения экономики, вот, вы уже начали об этом говорить, да, давайте еще немножко об этом это обсудим, а насколько сейчас бюджет пострадал от проведения специальной военной операции, то есть, что с наполняемостью, все ли в порядке, ничего ли не изменилось, и на какую-то помощь федерального центра рассчитываете ли вы? Ну, знаете, как, вообще-то, вот, у бизнесменов есть хорошее правило, деньги любят тишину, вот, но, тем не менее, тишина не получается, вот, и мы в этом году, у нас бюджет по итогам 10 месяцев, он там, по исполнительности бюджета, это 89,9 миллиардов рублей, вот, и мы видим, что по итогам этого года, мы пишем в нем 100 миллиардов рубеж. Вот, опять же, если взять там за 8 лет, то бюджет увеличился от 46 до более 100 миллиардов рублей, вот, но, что самое радует, конечно, это то, что наши, именно, наши поступления в бюджет, мы по итогам 11 месяцев этого года, мы получили больше своих доходов на 8,5 миллиарда рублей. Тогда, видимо, мой следующий вопрос про рынок труда, он уже становится менее актуальным, то есть у вас нет проблем с уровнем безработицы, потому что президент неоднократно обращал на это внимание. У нас сегодня есть проблема, есть проблема на рынке труда, что у нас не проблема не то, куда пойти работать, а проблема, кому пойти работать. У вас дефицит кадров. Да, вот мы сегодня видим, что у нас всего такая, знаете, цифра 3333, да, легко запоминающая. Сегодня безработных у нас, в прошлом году было 4300 на этот отрезок, то есть она почти там на 1000 человек уменьшилась, а вакансии более 8000 человек, то есть это вакансии, которые... А кого, кого вы ищете, кого вам не хватает? Они все нужны, понимаете, сегодня, если сказать, то какая отрасль не нуждается в людях, то это очень сложно сказать, это и промышленность, это и сельское хозяйство, вот везде требуются специалисты, и, как правило, это, ну, на высокую заработную плату, даже нельзя сказать, что заработная плата там низкая, если взять, вот у нас последнее, в этом году, в январе месяце был запущен завод газового оборудования, один из новейших, современнейших заводов, который выпускает все оборудование с поставками, с контрактами до 30-го года, вот, ну, вот, они открыли, но пока еще не комплектовали штат там полностью, хотя работают, выпускают продукцию, продукцию, которые востребованы. Тоже сельское хозяйство, где у нас в сельском хозяйстве сегодня выше зарплата, чем в среднем по экономике, там, почти на 20%, 15 с лишним процентов, вот, но, тем не менее, все равно испытывается дефицит кадров, потому что область живет, область развивается, и даже если мы возьмем инвестиции, то вот, мы постоянно, каждый год, мы, там, прорастали в инвестициях, но если взять прошлый год, 20-й год, этот год, вроде сложные годы, да, но... Очень сложные для инвестиций. Да, а инвестиции растут, инвестиции растут и по прошлому году, там, более 12%, то по этому году мы 11% мы прорастаем в прошлом году, вот, ну, а всего-то, если взять за это время, то мы постоянно, у нас идет прирост инвестиций в нашу экономику. Если у вас есть рабочие места, то вот, наверное, их могли бы занять те люди, которые эвакуируются из Донбасса, из Запорожья, из Херсона, да, которые приезжают сюда, у многих из них гражданство уже давным-давно российское, по крайней мере, если мы говорим про Донбасс, вообще, какова у вас ситуация с беженцами, потому что Брянская область, в общем, тоже здесь, на переднем крае? Ну, у нас, если взять, то есть, те люди, которые трудоспособны возраста и которые переселились с территории Украины, то сегодня у нас трудоспособны, не считая детей, это более тысячи человек. И третий из них сегодня тоже работают, нашли работу. Вот буквально была прямая линия, когда мне звонит женщина, она, там, чемпионка, заслуженный тренер, и я переехала с Донбасса, и так и так вот могу найти работу. Я говорю, хорошо, мы вам найдем. Вот, и мы работаем, нашли работу, у нас спорт. Одна из, как бы, приоритетных направлений, вот, почему? Потому что без здорового поколения невозможно вырастить здоровую нацию. Мы много укладываем в спорт. Мы за последнее время, вот, за последние, там, 4 года построили 7-4 спортивных объекта. Мы строим ледовые дворцы, бассейны, футфорки. Сейчас создали самый такой большой дворец единоборств имени Артема Осипенко. Ну, и самое, что немаловажно, я говорю, что мы много укладываем и с областного бюджета. 80% построим с областного бюджета за наши областные деньги. Ну, и самое важное, что мы повысили заработную плату, и сегодня начинающий тренер в Брянске получает более 40 тысяч рублей. А если тренер со стажем, то в пределах 70 тысяч для города, для области, где средняя зарплата по итогам 10 месяцев составила 39-40 тысяч рублей. Это, конечно же, достойная зарплата. Приздаем квартиру молодым. И мы надеемся на то, что у нас будут еще и наши Большуновы, и Коркины, и Артемы Осипенко. Новые чемпионы. Традиционно последний вопрос. Какие у вас планы на 2023-й? Ну, планы. Знаете, самое важное, как говорят спортсмены, удержать то, что есть. Нам нужно удержать те планы, которые мы достигли, ну и, конечно же, двигаться вперед. А это и строительство социальных объектов. Мы и в этом году начали строительство. Строительство начали и хирургического корпуса детской областной больницы стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Поликлиники на 800 мест в городе Брянске в строящемся микрорайоне Старого аэропорта. Мы ведем спортивное, по строительству спортивных сооружений. Это и манеж, убежицы, это и в следующем году мы начинаем и будем строить. Это реконструкция ледового дворца, это строительство лыжной базы в городе Брянском. Уже будет имени Александра Большунова, нашего спортсмена. Ну и ряд других объектов строительство тех же медицинских, реконструкция, реконструкция медицинских наших учреждений. Мы постоянно это делаем, каждый год. И капитально ремонтируем. В этом году мы отремонтировали генетическо-клинический наш центр. Сейчас идет ремонт нашей Брянского госпиталя для ветеранов. То есть мы постоянно обновляем и за счет федеральных бюджетов, и за счет областных. Это технику для медицинского вечероботника покупаем квартиры. И в этом году, не став исключением, мы закупили 30 уже отдали 20. Сейчас вот передаем врачам, те, которые приходят на работу. И эта работа вся будет продолжена. То есть мы с оптимизмом смотрим будущее. Знаете, как хорошие русские пословицы, помирать, собирайся, хлеб сеять. То есть мы будем сеять хлеб, и работать будут заводы. Но помирать-то точно не собираетесь. Помирать-то точно не собираемся. Все переживем. И знаете, как вот сейчас, что бы я хотел отметить, в этой ситуации, вот у нас ведь стойкие люди, стойкие, мужественные люди. И да, в начале, наверное, там, когда обстрелы были, то люди, знаете, как и... Ну, боясь было, и это понятно, но вот за это время, то есть, там, знаете, как ты приезжаешь к приграничке, там, они тебя приглашают в дом, где там, как бы она зарезала, и тут обстрел был. Так что люди, ну, все, переживем. Переживем, выставим и победим. Для успешного выполнения поставленных задач подразделения Брянского гарнизона получили партию специальной техники высокой проходимости. 40 внедорожников и 15 квадроциклов, приобретенных за счет средств областного бюджета, уже в ближайшее время отправятся на передовую. Все понимают, что или мы кормим свою армию, или мы кормим чужую. Мы хотим кормить свою армию. Квадроциклы Жуковского веломотозавода уже прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. В условиях бездорожья такие аппараты, так же, как и легендарные Нивы, просто незаменимы. У нас и бюджет не такой большой, но, тем не менее, эти деньги мы изыскали. И мне сегодня приятно, что вот эти вот красавицы и квадроциклы, и машины невысокопроходимые, которые мы сегодня вам вручим. И я надеюсь и уверен в том, что они помогут вам более качественно исполнять свои обязанности, нести службу, управлять теми подразделениями, которые есть, чтобы сделать все это мобильно, ну и, конечно же, эффективно. Так что я вам хочу сказать всем, кто здесь присутствует, военнослужащим, вашим отцам, командирам, конечно же, огромной особой благодарности за ваш труд. Народ и армия едины. От личного состава воинских частей Брянского гарнизона хочу выразить вам благодарность за переданную вездеходную технику. Ваша помощь, она увеличивает боевой потенциал, живучесть личного состава воинских частей гарнизона. В это непростое время военнослужащим важно чувствовать вашу поддержку, поддержку народа, администрации области. Большое вам спасибо. Не менее важна и работа в тылу. С первых дней специальной военной операции все регионы страны оказывают всестороннюю поддержку нашим военным и членам их семей. Брянская область не стала исключением. По инициативе нашей ведущей партии «Единая Россия» при поддержке депутатов Брянской областной думы были приняты все законы, которые позволили выплачивать и нашим мобилизованным, и бойцам нашего минного батальона «Пересвет». Денежные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Все социальные гарантии, которые только можно, мы все их приняли по поддержке семей. Это и по детям, и по школам, и по детским садам, по посещению всех мероприятий. Это освобождение от транспортного налога, газификация домов. То есть, вот все, что сегодня взять в перечень по России, мы все приняли в Брянской области. Как бы не было это прискорбно, но люди погибают. У нас, опять же, при поддержке наших депутатов, мы выплачиваем и по 2 миллиона семьям погибшим, и мы же до этого платили всем, кто погиб, и в Чечне, и в Афганистане, и в всех горячих точках. И сегодня все семьи, кто понесли такие потери, тяжелые потери, мы понимаем, что жизнь идет, нужно расти детей, нужно матерям жить. Поэтому, я бы сказал, 8 лет мы платим и в дальнейшем и будем платить. Это среднюю заработную плату по региону. Надежный тыл и мужественные защитники Отечества на передовой. Все прекрасно понимают, что только так, плечом к плечу, можно добиться долгожданной победы. Хорошая традиция. 27 единиц аварийно-спасательной техники пополнили автопарк регионального управления МЧС в преддверии профессионального праздника ключи от внедорожников и автоцистерн спасателям в торжественной обстановке вручил губернатор Александр Богомаз. Не только приедут, но и станции. Можно станции запускать. Как в современной машине. Мобильная, современная и многофункциональная. Такая техника станет серьезным подспорьем в работе спасателей в муниципальных образованиях области. Брянская область – небогатый регион. Это не Москва, не Московская область. Но, тем не менее, за эти последние годы, только за последние годы, мы буквально два года назад покупали 16 машин, пожарных машин. Сейчас за областной бюджет еще купили 8, плюс за федеральный бюджет 3. Но сегодня в каждом муниципальном районе есть именно та техника, которая позволяет вам качественно исполнять свои обязанности. А то, что вы качественно исполняете свои возложенные профессиональные ваши функции, я убедился сам в этом году, когда наше управление, Брянское управление под командованием генерал-майора Уваркина Вадима Сергеевича принимали участие или тушили пожары высокой сложности. Это у нас на втором Брянске, когда горели емкости по 10 тысяч кубов каждая. И, как сказал замминистра МЧС России, он говорит, «Стан Васильевич, я уже 40 лет почти служу, но за мою бытность это второй пожар такой сложности». То, что вы справились профессионально, вот именно профессионально, и я тогда сам, когда вот был, я был поражен героизмом, когда ты понимаешь, что люди, которые сегодня участвуют в ликвидации этого пожара и которые могут в любой момент, не дай бог, сложиться емкость сгореть, оно заслуживает, знаете, высокого уважения и признательности к вас и службы. В Брянской области автопарк, спецтехники и управление МЧС обновляется регулярно. На этот раз пожарные части региона получили 10 автоцистерн, 13 оперативно-служебных автомобилей, и три вспомогательные машины. «Ваше мастерство, ваше мужество, плюс эта новая техника, которую сегодня мы вручим, это очень дорогого стоит. Да, зимние праздники, преддверии, Новый год, Рождество, для вас это очень ответственное время. Но я думаю, что все будет хорошо, безаварийные работы вам, добра и мира вашим семьям». Сегодняшнее вручение техники можно охарактеризовать, с одной стороны, как дань вашему профессионализму, с другой стороны, эта техника позволит сохранить на многие миллионы имущества граждан, государства, а самое главное, жизнь и здоровье наших граждан. С учетом уже поступивших ранее в подразделение автоцистерн, брянские спасатели способны создать группировку для тушения пожаров любой сложности. Однако уже в процессе церемонии глава региона Александр Богомаз обратил внимание, что оперативно-служебных автомобилей в районах области по-прежнему недостаточно. «Решили мы с ним, чтобы не обижать никого, дать еще 15 миллионов, закупить 15 дней и во все районы поставить новые автомобили. Это же, чтобы был праздник и остальным районам, и чтобы была та техника, которую можно будет именно исполнять задачу». «Хочу от пожарных, от спасателей поблагодарить правительство Прианскопса, лично вас, Александр Васильевич, за оказанное доверие и заверить вас, что данная техника уже с завтрашнего дня станет на дежурство в гарнизоне и будет обеспечивать должную безопасность нашего населения». Сергей Шевцов из Жирятина за рулем пожарной автоцистерны уже без малого 30 лет. Но даже такой опытный водитель в кабине нового автомобиля заметно нервничает. Приборной панели, говорит, пока не привык. Слишком уж много новых функций. «Справитесь?» «Конечно». «Сложно, нет?» «Не сложно. Разберемся». «Разберемся». Электронасосы, гидравлическое оборудование, наличие всех необходимых инструментов и автоматизация максимального количества процессов. Как признаются сами спасатели, автомобили оснащены по последнему слову техники, максимально компактны и удобны в использовании. «Такой техники в городе не было. Этот автомобиль имеет 6 тонн воды, за исключением тех, которые у нас есть, они всего по 2. 380 литров пенобак, лафетный ствол, которого не было в подразделении на машинах. Ну и много-много пожарно-спасательного инструмента, тактико-технические характеристики, которые на высшем уровне». Все машины уже получили распределение по пожарным частям и поисково-спасательным отрядам Брянской области. Сразу после вручения техники в правительство области там губернатор Александр Абагамас провел учебно-методический сбор сотрудников МЧС. На встрече подвели итоги уходящего года и наметили основные задачи на год наступающий. Этот год для спасателей стал непростым. В связи с проведением специальной военной операции на Украине наш регион неоднократно попадал под обстрелы националистов. Слаженная работа сил МЧС была направлена на скорейшую ликвидацию последствий ударов и сохранение стабильной обстановки в регионе. «Хочу отметить, что обстановка с обеспечением безопасности стреления в регионе остается под контролем. Указан президент Российской Федерации номер 756. На территории нашего приоритетного региона введен режим средний уровень реагирования. Согласно решению фактической комиссии Брянской области на территории области продолжает действовать высокий желтый уровень террористической опасности. Терридентальная подсистема РЧС продолжает функционировать в режиме повышенной готовности. Эффективное взаимодействие органов управления и сил территориальной подсистемы позволяет заблаговременно прогнозировать, предупреждать и своевременно ликвидировать последствия происшествия и членной ситуации. Благодарю вас за эту работу». В целом силы МЧС России в Брянской области достигли хороших результатов в 2022 году. Качественно отработали весенний поводок, летний пожароопасный период – купальный сезон. «На территории региона зарегистрировано 13 чуречанных ситуаций, из них 9 техногенного и 4 природного характера. По состоянию на 21 декабря произошло 3018 пожаров, что на 24,5% меньше аналогичного периода прошлого года. На пожарах погибло 82 человека, что на 6 человек больше прошлого года. Травмир на 75. Материальный ущерб пожаров составил более 342 миллионов рублей, это минус 7%. В заключении встречи губернатор вручил награды лучшим муниципальным образованиям, в которых достигнуты высокие показатели по профилактике чрезвычайных ситуаций. 20 декабря, во вторник, свой профессиональный праздник отметили работники органов безопасности. Губернатор Александр Богомас на торжестве отметил, чекисты, как и прежде, стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают стабильность, конституционный строй, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от родины, отстаивают ее национальные интересы. И добавил, недавно в День Героев Отечества на партизанской поляне был открыт бюст Героя Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта НКВД и МВД СССР Павла Анатольевича Судоплатова, одного из деятелей спецслужб, создателя отрядов специального назначения. Из Брянска прямо в Китай Мираторг и РЖД организовали в Брянской области доставку продукции рефрижераторными вагонами. Как будет работать новая логистическая цепочка, минувший вторник оценил губернатор Александр Богомаз. Новый склад и дистрибьюторский центр предназначены для заморозки, хранения и отгрузки всей линейки продукции, выпускаемой на всех предприятиях Мираторга от Калининграда до Новосибирска. Агрохолдинг вложил в этот комплекс 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Новый проект расширит логистическую инфраструктуру компании, оптимизирует цепочку поставок, позволит уйти от аренды складских помещений и исключит дополнительные автомобильные перевозки. Теперь продукция Мираторга будет развозиться по всей стране и на экспорт с помощью контейнеров-рефрижераторов. На станции Брянск-Льговский проведена модернизация необходимой инфраструктуры. Проложены кабели, установлены силовые шкафы и розетки. Одновременно к сети для подзарядки будут подключаться 52 рефрижератора. До этого Брянск-Льговский такими тоннажными контейнерами не работал. Сейчас отработка начинается вновь, заново, снова. Я хотел сказать, что вот этот проект, который мы сейчас наблюдаем, это Синергия и государственная власть и соответственно области. Спасибо огромное за эту поддержку. Также компания Миратор, компания Далифранс и компания Российской железной дороги. Мы как железнодорожники, как я уже ранее говорил, здесь работу в принципе провели по реконструкции инфраструктуры. Загрузка контейнера мясной продукции будет производиться на предприятии, а затем доставляться на станцию и храниться на площадке. С помощью специальной погрузочной техники Ричстакера собранная партия будет грузиться на платформы контейнерного поезда, следующего в Китай. В перспективе по мере увеличения объемов перевозимой продукции планируется отправка целого поезда с рев-контейнерами. То есть это позволяет нам в неделю выйти на отгрузку около 1000 тонн в месяц нашей продукции на экспорт. Это через Дальний Восток позволяет сэкономить и сократить время где-то на 30-40% доставки нашей продукции. С учетом санкционной ситуации я считаю, что это большой шаг вперед. От такой кооперации выигрывают все. Железнодорожники увеличивают объем перевозок. Агрохолдинг сокращает время поставки своей продукции. А регион получил 160 новых рабочих мест и порядка 40 миллионов налоговых отчислений в бюджет области в год. Налоги – это рабочие места. Но самое важное это то, что мы сегодня видим здесь. Можно сказать, завершение той большой работы, которую проводит компания «Миратор» на Брянской земле. Думайте, Брянская область, компания «Миратор», которая уже не первый год продает за рубеж свою продукцию, но ей нужно было здесь загрузить контейнер, отвезти в Москву, там перегрузить, загрузить этот поезд и отправить в тот же Китай. А сегодня вот она рядом их производственная площадка 30 километров, вот он, наш областной центр, вот она площадка, где у них здесь и люди на месте, и компания на месте, и более, можно сказать, в короткие сроки можно делать ту работу, которая занимала больше времени и, как правило, конечно же, это себестоимость. То есть мы здесь получаем развитие дальнейшей самой Брянской выпуски, контейнерной перевозки и компании «Миратор». Первые 24 рефрижератора в составе контейнерного поезда планируется отправить в конце декабря. Депутаты Брянской областной думы на заключительном в этом году заседании подвели итоги работы и рассмотрели более 20 вопросов основной повестки. Дмитрий Кузнецов расскажет подробности. 2022 год во всех отношениях непростой. Именно в этой ситуации как никогда была нужна слаженная работа всего депутатского корпуса, взаимодействие всех ветвей власти и оперативные законодательные решения по актуальным вопросам. За 12 месяцев думы рассмотрен широкий круг вопросов, требующих законодательного регулирования. Принято порядка 160 законов Брянской областной думы, более 450 постановлений внесено в Государственную думу 8 законов и Совет законодателей ЦФО и Российской Федерации. Наиболее актуальные решения были связаны с поддержкой мобилизованных военнослужащих участников спецоперации и членов их семей. Ряд принятых законов был посвящен социальной поддержке детей-сирот, а также семей с детьми. Мы с вами внесли изменения в устав региона, учредили новое почетное звание Героя Труда Брянской области. Коллеги, я благодарю вас за ответственную и плодотворную работу. Уверен, что так продуктивно и в тесном взаимодействии с правительством, общественностью, экспертами мы продолжим трудиться и в следующем 2023 году. Во многом, благодаря именно конструктивному взаимодействию законодателей и правительства области регион в уходящем году смог добиться существенных экономических результатов. Доходная часть уже это понятно, что она исполнена и будет фундамент, как я говорю, для того, чтобы мы вошли в следующий год с нормальными, с хорошими, не с нормальными, а с хорошими результатами. Понятно, ситуация, она на сегодняшний день непредсказуемая, поэтому деньги есть, но их надо умело, эффективно и расходовать. Поэтому можно всегда быть с большим количеством денег, но сделать меньше. Но мы стараемся так, чтобы, как нас учит наш руководитель Александр Васильевич Богомас, на всем надо разумно подходить к расходу денежных средств. Вот поэтому у нас такие с вами на протяжении уже 2017 года такие вот результаты. Как отметила заместитель губернатора, бюджет грядущего года останется социально ориентированным. И уже в этом году депутаты приняли несколько важных решений в этой сфере, которые, в частности, касаются так называемого единого пособия по уходу за детьми, которое начнет выплачиваться уже с 1 января. И мер социальной поддержки участникам специальной военной операции. В именной батальон Брянской области, которые заключили контракт для прохождения службы в именном батальоне Брянской области. Если сейчас мы предусмотрели в законе о том, что выплачиваем это пособие лицам, заключившим контракт до 31 декабря 2022 года, то мы предлагаем эту норму продлить до 1 июня 2023 года. Помимо этого, парламентарии проголосовали за несколько поправок к региональным законам, дабы привести их в соответствие с федеральными. Обсудили план работы на ближайшее полугодие и согласовали кандидатуры на должности мировых судей. Депутаты областной думы контролируют стройки в своих округах. Первый областной округ Беженский за Сергеем Антошиным, который отправился на проблемный объект бассейн на Металлурге. Мы сегодня сейчас можем встать на те же граммы. Устраняйте все эти вещи, чтобы это все не вздулось. Будет караул. Караул в масштабах бассейна на Металлурге это протекающая крыша, а точнее какие-то проблемы с ливневкой. Изначально по проекту, который делал институт, а принимало управление к обстроительству области, она была вроде оптимальной. Майско-июньские ливни показали, не подошла, не хватает объема. Маленькая труба входит в большую трубу, вот оттуда пошла вся вода. Да, институтом было рассчитано 375-е. 375-е. Но она не справляется. Но институт не хочет признавать, что она не справляется. То есть, это, как говорится, не верь глазам своим. Участники выездного совещания смотрят вверх, пытаются понять, на какой стадии произошла фатальная ошибка. Проект, экспертиза. Первый подрядчик, которому заплатили, а он сбежал и не доделал. Второй подрядчик, который взялся устранять проблему. Не хомут сюда не взяли, а раствором просто забетонировали. И нам кажется, что этот вопрос нужно через институт убирать эту воронку и ставить больше диаметра, чтобы ливневка не шла вода в зал. Здесь ливневая канализация сделана по проекту. Кто делает проект? Делал ГКУ, УКС Брянской области. Вот сегодня мороз, ничего не капает. Вот там желтое пятно. А сюда не подставляют ведра. Так же тот паркет и вздулся из-за этого. Вот в чем большая проблема. И мы и Макарову говорим, и Коншакову, заму по строительству, что сегодня мы решили ту проблему, с которой мы столкнулись. Мы же столкнулись с какой проблемой? Почему вздулся паркет? Потому что протекала крыша. Сегодня мы решили проблему с заменой опять нового паркета для этого спортзала. Но не решили одну проблему. Опять крыша течет. Прежний паркет демонтировали. Он вздулся после протечек крыши. На новый выделили еще денег из бюджета 4,5 миллиона рублей. Сейчас здесь работает бригада из Чебоксар. Деревом пахнет же. Деревом. Деревом? Да. Оно еще не обработано во время шлифовки. Вот фанеру мы шлифуем перед укладкой паркета и запах выходит. Запах дерева. Естественно, натуральный. По контракту гарантии на спортивные полы под ключ 5 лет. Но это при условии правильной эксплуатации. А как ее соблюсти, если все застопорилось на стадии разбирательства? Этот же проект успешно реализован в Жуковке. Там ничего не течет. А здесь мне просто я хочу акцентировать внимание, что сегодня был установлен фаркт, когда паркет был вздут. Вздулся он, пришел в несоответствие. Почему? Новый паркет, где я говорю, еще нога ребенка, даже ни одни соревнования не провели. Почему он вздулся? Потому что протекла крыша. Сегодня мы взорвали тот паркет, провели новые торги. На миллион рублей дешевле нашли лучший паркет, лучший, пошли по своим качествам, функциональным. Сегодня мы его укладываем, не устранив изначально, почему тот вздулся. только по одной причине. Крыша. И вот сегодня мы ходим, показываем пальцем вверх, показываем пальцем вверх, показываем, где это крыша, и тишина. Сначала надо крышу сделать, а потом паркет. Ловить приходится и первого подрядчика магистраль телеком. Им уже заплатили за установленный насос, за светильники. Видите, какие мощные, красивые светильники, какой здесь свет. Вы видите светильники? Нет. А они есть. Это вот как несуществующего правщика. Его кто-то видит? Нет. А он есть. То же самое и здесь. Светильники есть. Светильники есть. За светильники, за все заплачено, но их по факту нет. И то же самое в бассейне. Все, как включено, вязка вся выполнена максимально. Даже табло уже успели повесить, смонтировать. Это у главной чаши бассейна. Чтобы заполнить водой, нужны испытания. А до них смонтировать вот этот насос. Там, в принципе, площадка готова. Необходимо закрепить ее на этой площадке, подвести к ней трубы, затянуть все эти флянцы, болты соединить, подключить электрику. Все готово. Ну, это достаточно быстрый процесс при наличии того, что мы имеем. Но дать отмашку подрядчику на монтаж насоса заказчики УКС города не решаются, потому что эти работы уже оплачены. Подписаны акты, перечислены деньги. Тому самому первому подрядчику, от услуг которого отказались в сентябре 2021 года. Конкретно никто не может ответить на вопрос. Насосная станция здесь стоит. Почему не подключает, никто ничего не говорит. То есть мы ее можем посмотреть, можем снять, она здесь стоит. А кто ее должен сказать подключать? Ну, наверное, УКС должен принять решение по поводу того, что устанавливает, не устанавливает ее. Она уже месяца полтора насосная станция. Ну, а почему не устанавливает, представительница? Ну, подрядная организация не хочет. Ссылаясь на то, что нет финансов. А сколько нужно денежных средств, чтобы подключить? Или это уже было до этого смечено, что они ее, типа, подключили к предыдущему? Да. Самое главное. Монтаж. Ее не было. Заплатили за нее? Ну, за нее заплатили. Сегодня она, станция появилась, и новый подрядчик, который вывал травировать, заплатите мне. А он не может. все уже заплачено. А уже все заплачено, но только другим. Это опять суд. Это опять нахождение крайнего. Кто это сделал? Кто заплатил? На каком основании? На каком основании? Как вы подписали наряды по выполненных работам? Предыдущий не выполнил, но денег не получил. Настоящий не хочет этого делать, потому что не хочет делать средства. Крыло не подключено. На рабочую встречу в проблемный бассейн прибыли представители Управления капитального строительства области. Здравствуйте. Комментировать проект протекающей крыши отказались. Вам же надо менять этот проект? Нет, менять не надо. Мы смотрим. Здесь должны быть найдены виновные, которые подписали акты о выполненных работах. А эти работы не выполнены. Все. Либо они, эти деньги, я не хочу говорить, я не судьи следствия, присвоены были и законы. Поэтому они должны быть возвращены. Коммунальная техника, поступившая из Брянска в Луганскую Брянку, уже работает на городских улицах. Большая партия была передана подшефтному городу по инициативе губернатора Брянской области Александра Богомаза. Арсенал муниципального предприятия Кумсервис Луганского города Брянка пополнился сразу несколькими машинами, автокранами, грейдерами. Коммунальная техника поступила из Брянска. Поставки под личным контролем губернатора Александра Богомаза. Сейчас техника прошла процедуру оформления и работает на улицах Брянки. Эта техника задействуется в большинстве случаев на благоустройство города, а также по жилфонду нашего города. Ломовоз, например, очень используется на уборке мусора, ветки после спила деревьев. Чем его плюс? Он может использоваться сам, без людей. Также у нас были проведены новой техникой работы по улице Кузина и улице Богдана-Хмельницка по отсыпке дороги. Это не первая партия техники, поставленная из Брянска в подшефную Брянку. Гуманитарные грузы идут регулярно на протяжении нескольких месяцев. В Брянку отправляли легковые автомобили для врачей. В подшефном городе работают брянские специалисты, чтобы капитально отремонтировать инженерные коммуникации, детские сады, школы и спортшколы. Из Брянска в образовательные учреждения поставляют инвентарь и новые компьютеры. Брянский священник побывал на передовой. Настоятель храма во имя пророка Божия Ильи из села Подывоти Севского района привез гуманитарную помощь в Луганскую народную республику. Бойцов одного из воинских подразделений он навестил вместе с председателем Совета атаманов города Брянки Андреем Гриценко и советником главы Луганской народной республики по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Андреем Григорьевым. В гости к казакам, многие из которых родом из Брянки, отец Александр приехал не с пустыми руками. Гуманитарный груз собирали всем миром. Вместе со своими прихожанами, с братьями-казаками изготовили 10 печей или, как их называют, буржуйки для воинов наших казаков. Пошили 21 кубанку, вот из них 11 вручили уже воинам, а 10 оставили молодым казакам в городе Брянки. Брянский картофель и другие продукты, консервация, теплые носки и еще много всего передано участникам специальной военной операции. Главное то, что я увидел воинам наших родных. Сегодня причастил святых христовых тайн, поисповедовал их. И мне переполняет великая радость то, что не просто я сюда приехал. И мне хочется здесь остаться вместе с вами. Каждый раз вас видеть и радовать вас. Потому что священник будет поддерживать дух. Никогда не сломить русского солдата. Никогда. Помните об этом. Он никогда никому не сдаст свою землю. Потому что он русский солдат. Отец Александр встретился с главой администрации Брянки Евгением Морозовым. А также настоятелем местного храма. И пообещал, что этот визит будет не последним. У доброты и человечности нет границ. Окружить заботой и дать все самое лучшее не только своим родным детям, но и тем, кто еще острее нуждается в помощи и поддержке. 37 мальчиков и девочек из Донецкой Народной Республики воспитанников школы-интерната города Амвросиевка перевезли в Брянскую область. Теперь они воспитанники Жуковской школы-интерната. В канун новогодних праздников детвору навестили сотрудники областного следственного комитета и уполномоченные по правам ребенка. Десятилетняя Лера показывает свою комнату, где вместе с Виолеттой их разместили три месяца назад. Девочки приехали в Жуковскую школу-интернат из Амвросиевки. Здесь все лучше. Здесь лучше? С каким настроением? С хорошим. Дети наперебой рассказывают про уроки и кружки. Математику, литературу, русский, английский, родной язык и музыку. Одна из любимых книг Леры про незнайку, а мечтает девочка о коляске с пупсом. Виолетта из большой семьи говорит, их было десять. Сейчас она знает о шести своих братьях и сестрах. В Жуковском интернате активно влилась в творческие занятия. Мы танцуем снежинки там, репетируем. Мы репетируем стихи, мы репетируем разные театры, песни поем. Мы скоро будем еще один театр показывать. Саша очень ждет праздник, мечтает поехать на настоящую елку. А пока коротает дни за вышиванием. Не знаю, понравилось. Понравилось? Что уже у тебя получилось? Кот, сердечки. Егор справлял свой тринадцатый день рождения в Жуковке. Говорит, подарили все, что он хотел. Колонки, наушники. Расскажи о твоем увлечении. Я люблю футбол. Сначала на картинги записался, но не очень. Мне футбол тут больше нравится. Перед приездом детей в интернате оборудовали дополнительное помещение, открыли новую группу. Чтобы было уютнее, друзья школы коллектив областного следственного управления приобрел для детворы телевизор. При нас нашли двадцать первую кнопку, чтобы ребята увидели репортаж про интернат. По этому каналу завтра в семь часов вечера покажет всех вас. И вы будете в телевизоре. Инна Мухина давний друг школы-интерната. Как только ребят с Донбасса привезли, она хотела к ним приехать. Но помешал карантин по ветрянке. Сейчас все дети выздоровели и знакомство состоялось. Гости увидели, где живут ребята, как они отдыхают. В этом году в учебный план нашей школы мы включили занятия вместо третьего часа физкультуры это занятия в бассейне, плавание. Поэтому детки первого и пятого классов, они еженедельно, один раз в неделю, но это среда у нас определен, где мы посещаем наш физкультурно-оздоровительный комплекс Десна, где детки обучаются плаванию. Дети подготовили для гостей школы новогодние открытки, праздничные поделки и настоящий спектакль. Смотрите, смотрите, елочка на ножках, зелеными елочками, посвистками на Новый год встречать. Сразу после дебютного показа общение ребят с гостями из Брянска продолжилось. Вот Юля и София, восьмиклассницы. Они рассказали Инне Мухиной, что увлечены волейболом и успешно осваивают химию. Будем проводить по весне профориентационные встречи. И у нас в Брянской области открыт первый предуниверсарий Сеченовский, когда вот если у вас есть склонность к химико-биологическому, направлению, но если хотите быть врачами, то здесь, во-первых, можно завершить обучение до 11 класса, сдать единый государственный экзамен и по направлению поступить в Сеченский медицинский университет. Уполномоченные по правам ребенка уже строят планы показать приехавшим в нашу область ребятам достопримечательности Брянщины. Свою помощь детям всегда готовы оказать и сотрудники Следственного комитета. Сегодня мой третий рабочий день вообще в Брянской области. И первое учреждение, в котором я побывал вообще во всей Брянской области, кроме, конечно, Следственного управления, это этот детский дом-интернат. Ни в прокуратуре, ни в суде, ни в полиции, ни в других ведомствах, которые являются нашими партнерами, а именно здесь. В общем-то, я думаю, даже этот факт показывает, насколько тема нашей работы с детьми, с детскими учреждениями, насколько для нас важна, насколько нас ориентирует естественное руководство Следственного комитета. Каждый день этих детей наполнен нужными и важными событиями. А самое главное, у них появился безопасный дом и могучая, крепкая семья, в которой всегда можно найти защиту, понимание и любовь. Сладкие подарки детям, игрушки на елку и подарки коллегам-журналистам. Брянская область отправила очередной гуманитарный груз в подшефную Брянку. Давайте сначала большие коробки, там, где подарки у нас. Это вот та коробка большая, аккуратная техника, ее наверх. А вот это сладкие подарки, куда? В штабе мы вместе готовятся к загрузке. Здесь, как у конвейера, волонтеры следят, чтобы все было оперативно и без повреждений. Дмитрий волонтер уже три года. На протяжении уже года принимаю активное участие в деятельности штаба. Нам нужно постоянно большое количество людей, так как многие районы, многие люди привозят гуманитарную помощь. Мы эту помощь собираем и уже отправляем нашим ребятам, которые нуждаются. На этот раз груз особенный. Из всех районов Брянской области в Луганскую Брянку отправляют игрушки, ручной работы для новогодней елки. Вот колокольчики из Суземского района. Домик Белки отправляют из Камаричей. А этого необычного Деда Мороза сделала 11-летняя Варвара из Клинцов. Впереди у нас самый волшебный, самый добрый семейный праздник Новый год. И мы передаем сладкие подарки детям, потому что Новый год всегда ассоциируется с приходом Деда Мороза, с елкой, со сладкими новогодними подарками. А еще под Новый год в Брянку едет коробка с фотоаппаратом и всем необходимым для журналистов оборудованием. Все это подарок газеты «Деснянская правда» коллегам в редакцию «Труд горняка». До революции регистрация браков о рождении и смерти находилась в ведении Русской Православной Церкви. С 1917 года это стало обязанностью органов ЗАГСа. И вот уже 105 лет этот институт помогает строить и укреплять правовое государство. В этом году Управление ЗАГСа объявило конкурс на лучшего ведущего регистрации брака. О том, кто победил в нашем репортаже. Ирина Григорьевна уже почти 20 лет работает в ЗАГСе. Два высших образования учитель географии и экономист. Но работа в ЗАГСе оказалась больше по душе. А сегодня еще узнала, что стала победителем конкурса лучшей ведущей церемонии заключения брака Брянской области. Я не ожидала такого результата сегодня. Главный момент людей любить и любить свою работу. Если хорошо, позитивно относиться к людям, люди это чувствуют. И результат работы их радует. Рождение, смерть, заключение и расторжение брака, установление отцовства, усыновление или удочерение это лишь часть функции органов ЗАГСа. Когда регистрируем смерть, надо понимать состояние человека. Но у нас не было почти за 20 лет работы, чтобы был какой-то негативный ответ. Даже в самых тяжелых, трагических ситуациях люди понимают, что мы выполняем свою работу и что мы должны выполнить ее на должном уровне. А приятные события, конечно, благодарность и, конечно, улыбки, конечно, счастье. Органам ЗАГСа исполнилось 105 лет. На торжестве и те, кто почти половину этого времени работает в структуре ЗАГС. Это Панина Галина Васильевна. Ставьте, Галина Васильевна. Ставьте, Галина Васильевна. Ставьте, ставьте. Начальник отдела ЗАГС Володарского района. Органах ЗАГС работает с 1977 года. 45 лет. На одном месте. Самого первого дня трудовой деятельности. На сегодня архивный фонд актов гражданского состояния Брянской области более 6 миллионов записей. После истечения векового срока хранения все они перейдут на постоянное хранение в государственный архив области. Этим книгам регистрации актов гражданского состояния почти столько жилет, сколько и самому ЗАГСу. Например, вот эта книга записи о рождении Брянской губернии, Карачевский уезд, Дроновская волость, 1922 года. И тут еще чернилами написаны имена детей, которые рождались тогда в Карачевском уезде. Вы на территории Брянской области возобновили, отцифровали очень много документов касаемых архива и сделали это очень качественно. Благодаря синхронизации информации в ЕГР-ЗАГС государственные структуры и фонды, которые являются потребителем информации ЗАГС, это пенсионный фонд, органы соцзащиты, миграционная служба, соцстрах, территориальный фонд медицинского страхования и многие другие в проактивном режиме получают информацию ЗАГС через систему межведомственного электронного взаимодействия. В день образования ЗАГСа лучшие его сотрудники получили благодарственные письма губернатора Брянской области, Минюста и почетные грамоты. 2022 год, объявленный президентом Годом культурного наследия России, подходит к завершению. Большой праздник, посвященный этому событию, провели во Дворце культуры БМЗ. Мастер-классы, выставка изделий народных мастеров, достижения победителей и лауреатов многочисленных конкурсов. В фойе Дворца культуры кипит жизнь. Новогоднюю ель украшают работы ремесленников. Работают площадки, акции, книга дарения, подарки для военнослужащих, всё для победы. Художественное стекло и авторские куклы, унические свистульки и расписные шкатулки. Если не всё, то многое из того, чем славится народное творчество Брянщины. Здесь работы как начинающих художников, так и заслуженных мастеров. Для них 2022 стал особенно продуктивным. Год культурного наследия идея России пополнил список народных мастеров Брянской области ещё на 4 человека. Теперь их количество практически равно полусотне. Удостоверение народный мастер Брянской области вручили Ларисе Агеевой, Юлии Зиновченковой, Ольге Лашиной и Светлане Муратовой. Ордена, грамоты и благодарственные письма работникам культуры и представителям СМИ. В России много многоязычия, различные традиции, но мы едины тем, что культура искусства, оно не имеет границ, не имеет языка. И вы каждый день именно своей работой доказываете это. Хочу всем сказать огромное спасибо за вашу активную позицию, за участие в сохранении всех тех наработок, которые передаются с поколения в поколение. Спасибо вам за работу, с праздником вас! Год культурного наследия народов России заканчивается, но он обязательно продолжится, ведь в нашем регионе сильны славные традиции работников культуры. В течение года в Брянской области проходили фестивали с глубоким смыслом, конкурсы, интересные мастер-классы. Работники культуры принимали участие в грантовых конкурсах. Вся эта работа напомнила о важнейшей роли культурного наследия народов России и в частности Брянской области. Это все события недели, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Спасибо, что смотрите Брянскую губернию. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова